Обстрелянные жилые кварталы, сгоревшие авто, опустевшие улицы. Не так ли в понимании россиян должны выглядеть освобожденные территории? Выходит, освобождение Белгородской области идет по плану. Особенно активно освобождается российский городок Шебекино с населением около 40 тысяч человек. И хотя освободительная операция российского добровольческого корпуса еще не дошла до Москвы, всему свое время. В Останкинских телестудиях уже царят паника и ужас. Кошмарные кадры на ваших экранах. Обстрелом подвергся жилой дом в центре Шебекино. Пятиэтажный дом полыхает. Кроме того, под удар попал детский сад, расположенный напротив районной больницы. Боевики ударили из градов. Но россиянам не стоит переживать. Стреляют-то свои. Авиация и бронетехника российской армии стреляют по другой российской армии – бойцам российского добровольческого корпуса и легиона «Свобода России». А те, в свою очередь, с помощью дронов планомерно уничтожают БМП и танки боевиков московского режима. В начале простые россияне не понимали, где свои, а где чужие. Но вскоре стало очевидно – вокруг все свои. Так почему же Россия бомбит сама себя? Российская федерация, она не стесняется обстрелывать, скажем, этих мовстанцев, можем так сказать, которые пребывают на ее территории с абсолютно разного вооружения. И они рушат дома этих своих же жителей, таким образом пытаясь бороться с тем, кого они называют эндергией. И пока у них тоже это не особо получается. То есть они пока пытаются все-таки пропагандистской машиной все это давить, ну и искать где-то, скрепсти по сусекам какие-то резервы. Плюс, как по мне, показательно, что население этих территорий, оно не горит желанием защищать свою территорию. Местные жители не то что защищать свои дома не готовы. Они даже в окно выглянуть боятся. И о том, кому принадлежит Шебекина, путинской армии или российскому добровольческому корпусу, узнают из телевизора или на худой конец от пьяницы соседа. В общем, то ли победили, то ли не победили. А если все же и победили, получается, своих же? Ведь многие россияне поддерживают не московский режим, а российские добровольческие освободительные батальоны. Граждане Российской Федерации, которые не согласны с режимом Путь, которые готовы с ним бороться, которые взяли оружие в военторгах, соответствующим образом организовались и реализуют свои действия. Если говорить о заявлениях спикеров, непосредственно представляющих эти организации, они говорят о том, что они много получают сообщений о поддержке, о готовности присоединиться и так далее. Скорее всего, пока это не повальная тенденция в Российской Федерации, но очевидно, чем больше будут они иметь успехов, тем больше можно надеяться, что несогласные и активные люди готовы будут присоединиться к этому движению. Но это явно показывает немонолитность истории, и опять же, нужно понимать причинно-следственные связи. То есть то, что сейчас происходит на территории Российской Федерации, это следствие авантюры Путина, которого он начал против Украины. Некоторые жители Шебекина уже даже записали приветственные видео для своих освободителей. Вы молодцы. Чтоб вы понимали, мы вас ждем. Мы вас очень ждем. Гражданские практически сбежали с города, а глава, который получил орден замужества, в город назад так и не вернулся. Так что работайте, друзья, работайте. Работа властей Шебекина по так называемому обеспечению безопасности гражданского населения проходит крайне своеобразно. Проблемы с энерго- и водоснабжением никто не решает. То есть воды и света нет, и даже пожары в жилых домах никто не спешит тушить. Вместо этого глава Шебекинского округа Владимир Жданов занят любимым делом российского чиновника – распилом бабла. К примеру, эвакуация детей из Белгородщины оказалась платной. За детское место в эвакуационном автобусе нужно было заплатить 3000 рублей, то есть в 10 раз больше стоимости обычного билета на рейсовый автобус. Российский информационный портал «Медуза» приводит комментарии родителей после отправки детей из Шебекина в Воронежскую область по распоряжению Жданова. Слава богу, вчера отправила детей в лагерь в Воронежскую область. Чего стоило добиться того, чтобы попасть в списки? Обещали, что все бесплатно будет, а в последний момент сказали, что надо доплатить за проезд. И так, за двоих 6000 рублей пришлось заплатить. В свое оправдание обладатель путинского ордена за мужество Жданов выкручивается, мол, детей вовсе не эвакуировали, а просто срочно отправили на оздоровление. 31 мая мы отправили 300 шебекинских деток на летний отдых в оздоровительный лагерь Воронежской области. Эта отправка никаким образом не была связана с событиями последних дней. Тем временем события в Шебекина набирают обороты. По мере того, как обстрелы города усилились, из него исчезла местная полиция. Вероятно, тоже планово. В результате квартиры, которые в спешке покинули одни россияне, начали грабить другие россияне. К слову, не только главе округа Жданову, но и губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, видимо, наплевать и на местных жителей, и на представителей армии РФ, то есть и на оплот и надежду Кремля. Когда такие же русские люди, бойцы РДК, предложили Гладкову прийти в православный храм на разговор, а взамен отпустить пленных путинских боевиков, тот почему-то отказался. Об этом бойцы РДК сообщили в видео, которое, помимо прочего, подтверждает, что количество пленных рабов московского режима у них только растет. Как мы и ожидали, господин Гладков не посчитал нужным, не нашел в себе мужества обменять свое драгоценное время на жизни и свободу, как он успел выразиться, наших пацанов. Вот те самые ваши пацаны, которых господин Гладков убил нашими руками в своем видео. Как вы успели заметить, за время моего отсутствия ваших пацанов в нашем плену стало гораздо больше. Тем временем в Кремле от жителей Белгородщины, похоже, уже отказались. Некоторые источники в Москве утверждают, мол, Путину решили вообще не докладывать плохих новостей. Сидит старик в своем бункере и не ведает, что на самом деле творится на просторах его страны. Так, российский телеграм-канал ВЧК ОГПУ, ссылаясь на собственный источник в Кремле, сообщил, что бункерный дед и так, мол, раздражен, поэтому еще более печалить самодержца бояре не решаются. По словам собеседника знакомого с ситуацией на доклады с реальной ситуацией, Путин реагировал примерно так. В раздраженной форме заявлял докладчику, что тот в данный момент находится под влиянием западной пропаганды. Сгущает вслед за ней тучи, тогда как сам Путин обладает более достоверной информацией из других источников, не совпадающей с мнением докладчика. Похоже, так называемый «великий российский главнокомандующий в бункере» так заврался, что сам начал верить в собственную ложь. Тем временем в российском Минобороны снаряжают на борьбу с российскими ополченцами горсть оставшихся в стране спецназовцев. Но вот незадача, многие из них уже более года пытаются взять украинские бахмуты Маринку, а то, что осталось для защиты границ необъятной России, не способно защитить даже самих себя, говорят эксперты. Они сейчас пытаются противостоять грузско-добровольческой армии, легиону спецсилами. То есть спецназ они туда отправляют, военных подтягивают и так далее. Но, как правило, это не самые боеспособные части. То есть есть части, которые находятся на перекомплектовке, части, которые, в принципе, должны были защищать границу. Но очевидно, что самые боеспособные части Российской Федерации, они находятся сейчас непосредственно в горячих точках на фронте. И российскому руководству, очевидно, нужно принимать решение, чтобы перебрасывать часть военнослужащих самых, скажем, боеспособных в горячих точек и укреплять границу. Но они не готовы это делать. Не готовы? Значит, придется уступить Белгородщину, к слову, исторические украинские земли. Чтобы наскрести хоть кого-то для противостояния освободительному движению ополченцев РДК, в Минобороны РФ ищут солдат даже на Дальнем Востоке. И, судя по интенсивности и масштабам мародерств, в Шебекино российские боевые буряты действительно прибыли на Белгородщину. И теперь жители Белгородской области через телеграм-каналы просят власти забрать всех бурятских освободителей обратно, пока в местных магазинах остались хоть какие-то товары. Пожалуйста, помогите распространить. Еще один мародер, аж из Бурятии, прибыл к нам в Шебекино. Наверное, нас спасать. В итоге, походу, неправильно понял задачу и начал воровать. Молодой совсем. Иди работай, урод, вместо того, чтобы грабить у своих сограждан. Когда же этот бурят грабил и насиловал в Украине, жители Шебекино, вероятно, злорадствовали в интернетах. Только этот боевой бурят и его братья по оружию не неправильно поняли задачу. Они просто делают то, что лучше всего умеют и привыкли. Все разница лишь в том, что раньше они освобождали украинские дома от стиральных машинок и нижнего белья. А сегодня облегчают быт своим шебекинским согражданам. Такой вот эффект бумеранга. Пока жители Белгородской области выгоняют из общежитий студентов или пытаются устроиться на ночлег в школах и на вокзалах, жителям Курской, Воронежской и Брянской областей РФ тоже не следует расслабляться. Как минимум, у каждого из них уже должен быть упакован тревожный чемоданчик и куплен билет в Томск или Самару. Российские ополченцы явно дают понять, одной Белгородской областью дело не обойдется, все только начинается. Мы такие же россияне, как и вы. Мы такие же люди, как и вы. Мы хотим, чтобы наши дети росли в мире и были свободными людьми, чтобы они могли путешествовать, учиться и просто были счастливы в свободной стране. Но этому нет места в современной путинской России, прогнившей насквозь от коррупции, броня, цензуры, ограничений свобод и репрессий. Но диктатуре Кремля пришло время положить конец. Спасибо всем тем, кто поддерживает нас, кто отправляет нам донаты и курит там, где надо. Ваша поддержка – это то, что каждый день напоминает нам о нашей финальной цели на Красной площади. Будьте смелыми и не бойтесь, потому что мы возвращаемся домой. Похоже, слова российских ополченцев не расходятся с делом. После первых проверочных атак, которые прошли более чем успешно, бойцы РДК и Легиона Свобода России все глубже продвигаются вглубь своей родины. При этом, по словам самих российских добровольцев, регулярная армия Путина реагирует на них, мягко говоря, непрофессионально. Паническая реакция была абсолютно неадекватная. То есть прошло несколько часов, пока начало появляться какое-то организованное сопротивление. Если бы мы ставили более глубокую цель операции в данном случае, мы бы могли дойти и до Белгорода. У нас не было такой задачи. Но после успешной разведки боем недалеко от границ с Украиной, российские ополченцы все же решили продвигаться вглубь страны. Тем более, что по дороге они успешно захватывают БТР и танки регулярной армии московского режима. И набирают все больше добровольцев в свои ряды. Без преувеличения тенденция, она достаточно угрожающая. Вот смотрите, был первый рейд, ограничивался заходом некоторых населенных бунктов, быстрым потом выходом. На сегодняшний день мы уже говорим о операции, которая продолжается в Лиге продолжительностью несколько суток. И он не заканчивается. Идут интенсивные, скажем, бои, соответствующие, скажем, обстрелы и так далее. Поэтому, объективно, если Россия не может защищать, скажем, свои прихронтовые города, а задание, которое ставит перед собой русская добровольческая армия, оно состоит в том, чтобы освободить, скажем, территорию Российской Федерации от гнета режима Путина. Очевидно, они не будут останавливаться и будут двигаться дальше. Но Путин, очевидно, есть приоритеты. Главный его приоритет – это получать очень мнимые какие-то успехи в том же каком-то Бахмуте или еще там где-то, нежели защищать своих граждан на своей территории. Ну, поскольку, если бы это было по-другому, то, очевидно, еще после первого рейда Путин дал бы приказ о том, чтобы сделать границу полностью непроходимой, то есть защитить ее со всех сторон, всем, чем возможно. Но он этого не сделал. И сейчас он этого не делает. Очевидно, те силы, которые они бросают, их просто, скажем, недостаточно. Нужно тоже учитывать, что русская добровольческая армия и легион свободы – это там люди, которые имеют боевой опыт. То есть люди с 2014 года воюют, достаточно слаженные и профессиональные. Поэтому туда полицию или неподготовленных срочников – это, скажем, очередное преступление, как по мне, со стороны Путина. Но, как мы видим сейчас, наверное, они таким образом не действуют. Поэтому, да, тенденция расширения, тенденция угрожающая. И да, думаю, что Белгород точно уже должен, скажем, чувствовать и готовиться. И также и другие приграничные с территории Украины населенные пункты. На данный момент можно с уверенностью констатировать. Спецоперация по освобождению Шебекина идет по плану и осуществляется успешно. На очереди другие населенные пункты Белгородской области РФ. И это только начало. При этом ни о каких захватах территорий со стороны Украины даже речи не идет. Украинцам есть чем заняться. И в отличие от Путина, Зеленский не будет жертвовать ни солдатами, ни мирным населением своей страны. По факту в Россию никто чужой не вторгается. Просто российское освободительное движение возвращается домой. Его цель – освободить Российскую Федерацию от гнета Путина и его зажравшихся марионеток. Тем временем сам российский так называемый президент за все это неспокойное время даже ни разу не высунулся из своего бункера. И не приехал хотя бы в Воронеж, чтобы оценить ситуацию как главнокомандующий. Напомним, Зеленский не раз бывал на Донбассе. В частности, в Бахмуте. И пока остатки регулярной армии московского режима обстреливают Шебекина в попытках уничтожить бойцов РДК, те успешно продвигаются вперед. К слову, от Белгорода до Воронежа всего несколько часов на автомобиле. До Москвы при желании можно дойти за день. А ведь российский добровольческий корпус еще даже не начинал. Так что продолжение обязательно следует.